Всем доброго утра! Поскольку уже утро. Я вам показываю, который час. Видите? Без 15, почти 6. Я хочу снять еще один ролик. И после я немного отдохну. Потом утром у меня есть дела. Ну, это ничего страшного. Привыкшие мои. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что глубокое заблуждение считать, что удачу может вызвать любой человек. Большинство, 80% из тех людей, которые вызывали удачу моими ритуалами, они смогли вызвать и до сих пор этим пользуются. Но не все. Есть люди, которым просто по судьбе не дана удача. Они все должны получать через трудности, через мучения, через свою власть, через свои знания. То есть каждому свое. Кому-то отчасти дается удача, фарт, помощь. Кому-то дается власть для того, чтобы он эту удачу поймал за хвост. Помните монолог, сейчас скажу, из белого солнца пустыни? Как же звали этого воина? По-моему, сейчас вспомню. Так вот, если я не ошибаюсь, по-моему, Абдулла, у которого был целый гарем. Так вот, он сказал. Я просила Аллаха дать мне для своего коня, как он там назвал, седло. Так вот, Аллах мне сказал, хочешь седло, бери сам. Ну вот что-то в этом роде. То есть есть люди, у которых нет той удачи, которая может быть присуща даже самым простым смертным, да? Но есть власть брать то, что они хотят. У каждого в этом мире своя роль. Те люди криминальных сфер, которые резко пытаются стать такими невинными бизнесменами, открыть своё дело и прочее, могут со временем очень сильно пострадать за эту идею, потому что рождены они как воины, как палачи, как властимущие. А тут они пытаются сыграть совершенно другую роль, которая не для них. Не им предназначена. Так вот, вот есть люди, с которыми сколько бы ты ни билась, да, всё равно не могут они получать эту долю удачи. Что-то меняется, но в любом случае не в том количестве, сколько хотелось бы, сколько у других. И ритуалы на удачу, на них действует очень мало, с малой процентностью. Как быть с этими людьми? Этим людям нужно провести призыв к силам власти. Хочу вам сказать, что этот ритуал может совершить человек только тот, который посоветуется со мной. Объясню почему. Потому что есть моменты. Во-первых, не каждому человеку можно провести этот ритуал. Не каждый стремится к власти, не каждому эта власть даётся. И вместо помощи может отобраться удача и последовать наказание. Поэтому прежде чем это провести, нужно обращаться к человеку, который может объяснить, как и что делать. Это раз. Во-вторых, прежде чем обращаться к этим силам, нужно, чтобы кто-то попросил за вас эти силы, открыл этот портал, после чего эти силы приходят к вам. Это второй момент. И, в-третьих, прежде чем такое проводить, нужно испробовать уже всё. Может быть, пройти чистку, может быть, попробовать ритуал удачи, посмотреть, если это не получается, только тогда обращаться к властным силам. Потому что властные силы – это не игра. Это очень серьёзные сущности, которые несут определённые опасности, власть и всё в одну кучу, скажем так, воедино, грубо говоря. Для проведения этого ритуала, после того, как вам практикующий человек открыл порталы и начитал на вас, вызвал эту силу и позволил, разрешил вам это провести, вам нужно приобрести три куклы. Вы можете брать любые куклы, но они должны быть из таких материалов, то есть не мягкие куклы, они должны быть пластмассовые, разнополые могут быть, но это не должны быть такие ляльки, то есть детки, да, там, для игр. Эти куклы не должны никакие там звуки издавать. Желательно, чтобы эти куклы были хорошие, дорогие, чтобы они долго вам служили. Эти куклы вы можете передать и своим детям, при желании. Они должны быть у вас на виду, но на вопросы, что, почему, каким образом, что это за кукла и прочее, вы отвечать не должны. Просто куклы и всё. Никаких подробностей о том, что это за куклы, какие силы призваны в эти куклы и прочее быть не должны. Никто не должен знать. Вы этим куклам можете дать имена, но эти имена должны знать только вы. Далее. Дорогие друзья, этих кукол нужно кормить постоянно, но не с ложечки, как дети кормят. Оставить перед ними сахар, вино, изюм, можно цветок, потому что цветок тоже обладает определенной силой, энергией. Окуривать благовоние возле них, надевать на них какие-то украшения. То есть они для вас должны быть просто живые куклы. Потому что в данный момент я вас научу, как в эти куклы вселить некую сущность. То, что вы обратитесь к ведьме, она вам откроет эти порталы, начитает на вас, и вы будете сами проводить потом на этих кукол определенный ритуал. Это одна часть. Самая главная часть, это потом с этими куклами обращение. Выделите этим куклам определенное место в доме. Далее. Вы должны просить у них. Вот у вас есть какая-то сделка. Вы подходите, просите. Дай мне с этим человеком, чтобы вот такая-то сделка получилась. Вы должны попросить эти куклы в тайне, без свидетелей, без кого-либо. Вы должны им иногда дарить вещи. После того, как сделки будут получаться, они будут получаться. Они вам будут давать власть над людьми, над вашей работой. Еще раз повторяюсь, не каждый человек сейчас побежит, купит эти куклы и сделает, и у него будет власть. Поверьте мне, не у каждого. Не каждому эта власть дана. Могут провести такой ритуал только те люди, которым вообще разрешено иметь власть в этом мире. Хоть какую. маленький сундучок в этом сундучке, ложите им какие-то сверкающие камушки, монеты и так далее. То есть, какие-нибудь цепочки красиво покупать. Вы должны с ними общаться, как с живыми людьми. Это ваши покровители. Это те сосуды, в которые вселяются духи. Издревле вселяли духа в куклы. И это очень практиковалось много тысячелетий. Эти куклы могли приносить как удачу, так и неудачу, так и бедствие. Кукольная магия. Магия связана с куклами, с куклами, которые там куклы Матанки, куклы Вуду, вообще любые куклы. Я как раз сегодня сняла, про кукол рассказала очень подробно. Можете открыть, посмотреть. То есть, издревле вселяли в эти куклы. И чем дальше, тем сильнее будет эта сущность. И когда сущность вам будет давать то, что вы попросите, вы должны поблагодарить эту сущность. Вы должны показать свою благодарность этим куклам. Итак, начнем. Да, вам нужно для ритуала сахар, или сахарный песок, белый изюм, сухое вино, благовоние, темная свеча, синяя, малиновая, значит, черная свеча, но ни зеленая, ни красная. фигареты. Вы должны прикурить слегка, остальное оставлять тлеть. Подожди секунду, я сейчас вам покажу. Итак, начнем. работа очень сложная, работа очень сложная, поэтому перед тем, как это сделать, несколько дней постарайтесь не есть мясного. Поскольку у меня диета, я уже сколько дней не ем, я спокойно могу провести хоть любой день. Далее. Не проводите этот ритуал в месячные дни. Не проводите этот ритуал в выходной. Здесь роль не выходные играет, просто выходные, они более энергетически насыщенные, лучше не делать. Луна не имеет значения провести или под утро, или когда темнеет. только, ну, то есть не днем. Солнца не должно быть. Так, одну секунду. Благовоние, роза, сандал, шасмин, опиат, ваниль, любой из этих благовоний. Когда подробно Яна обучен набирает всегда в течение дня, она подробно вам напишет, опять же, что нужно делать, как нужно их благодарить. Это живые ваши покровители. Вы считаете, что они за вами наблюдают, они вас слышат, они будут помогать вам в ваших делах, но и вы о них не забывайте. И благодарить тоже не забывайте. Иначе, иначе они могут обидеться, а это нехорошо. Итак, далее, вам нужно прикурить. Нет. Даже если вы не курящий человек, вам придется это сделать. Или просто зажгите, поставьте, пускай она тлеет. Но если прикурите, она будет тлеть быстрее. Я тоже не курящий человек, но иногда нужно делать то, что нужно. И меня никто не спрашивает, хочу я этого или не хочу. Любят духи, сигареты, особенно такого рода духи. Поэтому, как хотите, товарищи. итак, начнем. Давайте вот таким образом. Читать нужно один раз. и после этого оставьте их три дня в покое. Просто три дня подходите. Ставьте им сахар, значит, изюм, конфеты можете оставлять, неважно, благовоние, то есть кормление этих духов должно быть, потому что духи питаются ароматами еды, запахами еды, понимаете. На следующий день можете выкинуть. Вот вы поставили вечером, на следующий день это можете выкинуть, потому что это все обесточенная еда. Постарайтесь, чтобы никто не съел оттуда. Но если съедят, трагедии не будет, но нежелательно, чтобы кто-то ел. Странно, она у нее улетела. Вообще улетела. Очень странно, потому что я ее не трогала абсолютно. И так интересно. Да уж, ну ладно. Если вы встретите куклу, которая отдаленно вас напоминает, можете брать и эту куклу. Это могут быть, знаете, семейство кукол. Это могут быть разные куклы. Это могут быть три девочки. Это могут быть старушка и там мальчик и девочка. Абсолютно не важно. Главное, чтобы вы сделали правильно. Восток, Восток, открой двери. Запад, открой двери. Север, открой двери. Юг, открой двери. Заклинаю печатью древней магии, криком младенца и последним вздохом умирающего. Молоком про матери, семенем про отца, отцом богов, именем изначального творца, неудачу прошу, а власть, силу и волю. Через них желаю получить свое. Но не просто так, не по милости богов, а с их помощью и через власть. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Двери в вечность раскрываю, духов властных призываю. В тело кукол их вселяю. Я прошу, я призываю, заклинаю, заклинаю, заклинаю. О дух власти Аристокес, дух соратника Астарота, отправь мне ныне и навсегда властных духов ко мне сюда. Всели их в куклы, в их тела и через них венчайна власть. Через ту власть я получу, что захочу, что попрошу. Неудачу прошу сейчас, прошу я власть трех властных духов. Заклинаю, 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 пламенем священной магии, знаменем, всеми силами, печатью тетраграмматон, неизреченным именем, черными когортами, криком младенца и последним вздохом умирающего. течением рек, волнами морей, духами тьмы, силами судьбы отныне в эти кукольные тела вселяются три властных духа. Они помогут мне в делах, дадут мне власть и через ту силу власти я получу, что захочу, что попрошу, заклинаю, заклинаю, заклинаю. Как правда то, что солнце встает над небосводом, так правда то, что три властных духа сила, власть и воля вселяются в кукол тела и служат мне. заклинаю пламенем всеми дорогами, всеми порогами придите духи и вселяйтесь в куколные тела. Через эти куклы служите мне, а я буду вам благодарна. Вы мне послужите, а вам сочтется истинно так и будет. вас может зашатать немного, в этот день у вас сможет быть жар, холод, потом вы начнете чувствовать присутствие чего-то, не бойтесь, это несколько дней, они будут очень активны, потом вы почувствуете себя сильнее, почувствуете, что люди вокруг вас начали вас слушать, что вы в семье становитесь главным и так далее. Вы приобретаете власть, но еще раз вам повторяюсь, этот ритуал сработает у людей у властных натур, а бы кого попало, этот ритуал не сработает, не поможет, может наказать, прежде чем это провести, спросите у знающего человека, просто так не занимайтесь самодеятельностью, ну, а что касается ритуала, она очень сильная, и она действительно способна помочь и поменять жизнь человека в лучшую сторону или в худшую сторону в нашем понимании, но в худшую это не поменяет, это так, к слову, худшую может поменять, если делать это без ведома и без позволения. Всем удачи, всех благ и не забудьте, что три дня вы должны постоянно подходить, оставлять откупы, ничего не говорить, ничего не просить, через три дня можете дать имена этим куклам, можете подходить, просить, как только они вам дадут то, что вы попросили и захотели, вы должны благодарить, да, еще забыла сказать, после ритуала в течение трех дней найдите какое-нибудь водное пространство, пруд, река, речка, что угодно, озеро, отнесите туда точно такой же откуп, вино, сахар, изюм, сигареты, благовония, оставьте на берегу, желательно это сделать, это можно делать, можно нет, можно дома как бы поклоняться им, можно дома их благодарить, можно дома их почитать, но постарайтесь это сделать, чтобы связь с силами природы у этих духов тоже укрепилась, потому что сила природы духи лесов и прочее, прочее, они в основном отвечают за хорошее знакомство, за нужных людей, и если у них будет связь между собой, то эти силы власти, то есть духи власти не только будут вам помогать, но и будут приводить в вашу жизнь нужных людей, через которых вы будете добиваться своей цели. Всем удачи и всех благ. Продолжение следует...